Чемпионат Украины по киокушинка и карате прошел на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Соревнования собрали более 500 участников в трех возрастных категориях. Подробности у Дмитрия Богомолова. Отборочный этап на чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Вильнюсе, это важный вызов для каждого спортсмена. Но по словам организаторов, особенно почетно, что впервые такой масштабный чемпионат страны по киокушинка и карате WKO принимает Одесса. Провести соревнования такого формата удалось в первую очередь благодаря условиям, созданным в спорткомплексе Международного гуманитарного университета, который построен усилиями президента ВУЗа, почетного члена Всемирно-объединенной организации карате WKO Сергея Кивалова. Город Одесса – приметливый город. Город Одесса любит спортсмена. Мы всегда претендуем на то, чтобы Одесса была столицей спортивной. Во всяком случае, мы вложили свою лепту в развитие спорта в нашем государстве. Я вас искренне поздравляю с этим событием, которое есть. Захватывающие встречи проходили сразу на трех татаме. На трибунах – настоящий аншлаг. Хочется выразить слова вдячности и благодаря президенту университету Кивалову Сергею Васильевичу за допомогу и его важность прозмагаться в одном из самых лучших залей города Одесса. Мы współпроцюем с Одесской областной федерацией. Начали сенсором «Гра» Вадимом. Вже третий-четвертый рік поспель. Другий рік поспель мы проводим чемпионаты Украины в Одесской области. Огромное спасибо, что есть такой зал. У нас в Одессе проблема с этим. Поэтому этот зал как раз кстати и для проведения таких нормальных достойных мероприятий. И конечно Сергею Васильевичу огромное спасибо за то, что есть такая возможность и за то, что он не словом, а еще и делом на конкретных примерах развивает, дает возможность развиваться спорту, молодежи в городе Одессе. Для одесских каратистов бороться за медали при родных болельщиках – повышенная ответственность. Поэтому и готовились к турниру с усиленными нагрузками, признаются участники. «Тебя все поддерживают и очень как бы… нету такого мандража. Занимались мы 3-4 раза в день, ну в неделю, больше физо». Приехали на чемпионаты титулованные спортсмены из других городов. Например, Анатолий Журавель из Полтавской области в прошлом году стал чемпионом мира в Румынии. Теперь, чтобы добавить к титулу медали Евро, ему нужно было подтвердить свой реномай на внутренней арене. В финале он победил своего земляка Александра Кривко из Лохвицепа. «Это чемпионат очень важливый для всех, потому что это отборная до чемпионата Европы. Это все понимают. И сюда все, кто приехал, они готовились, были настроены на победу, потому что отбор в сборную. «Звичайно, очень круто, что рядом с морем наш чемпионат проходят. Но мы уже были в Одессе, в городе Чорноморске. У нас там также был чемпионат Украины, отбор до молодежной, сборной. То это вдруг, когда мы на Одессе, то очень круто. Весь зал очень хороший, кубки также хорошие. И организаторы тоже очень хорошо постарались». Добавим, что Кёкушинкай – стиль карате, который открыл Аяма Масутацию в 50-х годах. Он был создан в противовес множества бесконтактных школ, постепенно завоевал популярность во многих странах и лег в основу ряда других контактных стилей карате. Здесь поединки проводятся в полный контакт, без защитного снаряжения. Единственное ограничение – запрет ударов руками в голову. «Не знаю, мне как-то присатилась любовь к нему, но, в принципе, он один из самых жестких там. Меня в детстве на него отдали, я занимаюсь уже 12 лет. Я чемпион гиппы и призер гиппы. Большую часть жизни занимаюсь и держу на соревнования почти в Одессе. И сложно, в принципе». Отметим и одесских спортсменов, которые уже показывают высокие результаты в категориях юниоров и стучатся в двери молодежной сборной. Дмитрий Богомолов, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер».